Привет! Настало время для очередного отчетно-философского видео. Я сегодня хотел бы поговорить с вами про точки роста. Недавно я наткнулся совершенно случайно на видео, которое являлось рекламой книги «Месяц жизни с морским котиком». То есть морские котики, для тех, кто не знает, это спецназ-подразделение в США. И потом я начал исследовать эту тему, и я обнаружил больше видео этого самого морского котика, в которых он рассказывает в частности про бег и про тренировки, и про то, как он толкает себя к дальнейшим свершениям, и как он рекомендует всем толкать себя к дальнейшим свершениям. И этот опыт, эти знания, они как бы у меня систематизируют весь тот опыт, который у меня есть, и всё так, знаете, так мозаика начинает складываться в одну картинку. Если вы чем-то занимаетесь, вы так или иначе попадаете в определённую зону комфорта. Например, если вы занимаетесь спортом, у вас, не знаю, комфортные веса, с которыми вам работать удобно, или, я не знаю, комфортная дистанция бега, комфортная скорость. Если вы программист, то у вас может зона комфорта быть это комфортные задачи, например, я не знаю, веб-программирование, или фреймворк, или, я не знаю, что угодно. Но штука в том, что есть вещи, которые вы в этом занятии ненавидите. Например, если вы занимаетесь спортом, вы можете ненавидеть бег или ненавидеть растяжку. То есть я разговаривал с моей женой, она довольно увлечённо занимается, можно сказать, фитнесом и в какой-то степени даже бодибилдингом, и она говорит, я ненавижу растяжку. Но она при этом понимает, что растяжка – это способ, который, в общем, это та штука, которая позволит её мышцам, во-первых, быстрее восстанавливаться, во-вторых, быстрее расти. Вторая вещь, которую некоторые спортсмены, не знаю, бодибилдеры, скажем так, мне говорят регулярно – это я ненавижу бег. И здесь такой момент, забивать себя силовыми занятиями и не нагружая себя кардиозанятиями – это тоже, можно сказать, путь в никуда. И в программировании у меня очень долго была точно такая же мантра. Мне, как программисту, не нужны алгоритмы, мне не нужно знать, зачем мне нужны все эти сортировки, зачем мне нужны всякие непонятные оптимизации и прочая хрень, если есть уже полно библиотек, которые реализуют ту или иную функциональность. Мне просто нужно подключить, скажем так, определённую библиотеку, и, в общем, всё будет хорошо. Хорошо. И недавно я понял, что это и есть своего рода для меня зона комфорта, то есть я, скажем так, в веб-программировании чувствую себя комфортно, мне это ничего не нужно, и я не собираюсь этим заниматься. Не собираюсь этим заниматься. Почему? Я не собираюсь этим заниматься, потому что мне будет плохо и некомфортно на этапе преодоления этого. То есть когда я буду пробивать головой стену эту преграду, что говорить себе то, что мне это не нужно, у меня будет не получаться, я буду, не знаю, страдать как-то от этого, моё чувство собственного достоинства будет от этого страдать. Но на самом деле для меня, как программиста, это точка роста. Потому что сейчас у меня этап в жизни очередной с собеседованиями, и всё больше и больше интересных компаний так или иначе спрашивают какие-то навыки работы с алгоритмами, со структурами данных. И я сейчас начинаю видеть в этом смысл даже для веб-программиста. То есть смысл не знать, как решается определённая какая-то последовательность Fibonacci. Хотя штука в том, что все эти задачи так или иначе можно классифицировать, и если вы их выучите, то вы начнёте видеть эти классы задач, и в общем всё будет гораздо проще. В общем смысл на самом деле в том, чтобы уметь находить какое-то оригинальное решение и оптимизировать задачу, потому что иногда в этих самых задачках на собеседование попадается классическая какая-нибудь задача, но с каким-то таким ограничением, которое необходимо как-то обойти. И на самом деле в каждодневной работе встречаются, конечно, не вычисления последовательности Fibonacci, не работа с графами, а встречаются какие-то задачки, которые иногда очень тупые, но с какими-то ограничениями, которые нужно обойти. И если мозг не привык искать эти пути, то и появляются, скажем так, неоптимальные алгоритмы и неоптимальные решения, которые в принципе могут, скажем так, сделать всю фичу, которая была задумана, неработоспособны. Вот, так что если вы тоже состоите в лагере программистов, которые уверены, что алгоритмы им не нужны, подумайте над этим ещё раз. По крайней мере, алгоритмы вам нужны, чтобы получить работу в интересной компании. То есть, и поразмыслив над этим, я подумал, что август, наверное, станет месяцем работы с алгоритмами для меня. То есть, в каком-то роде это уже началось, я делаю задания для разных компаний. И самое, что интересное, что я получил первое задание, о котором я говорил в видео о моём провале, и мне разнесли в пух и прах моё решение, но я получил, скажем так, задание от второй компании, и одной из трёх задач была как раз та же самая задача. То есть, я решил её не на Ирланге, я решил её на Руби. Вот, и система рейтинга, в ходилете, мне сказала, что моё решение на 100% верну. Я не изменил ни строчки в алгоритме. Я написал письмо этому парню, который сказал, что у них там какие-то ловушки, которые я не смог увидеть, и сказал, что вот, я решал такую же самую задачу на Кадилити, не на Ирланге, на Руби, конечно. То есть, алгоритм тот же самый, логика та же самая, а Кадилити говорит, что 100% решение верно. Я понимаю, что я накосячил там с Ирлангом и с иммутабельными структурами данных, но алгоритм-то, ты говорил, что у меня алгоритм плохой. У послания этого видео, наверное, такое, то есть, то, что доставляет вам наибольший дискомфорт в вашем поле, не знаю, работы или деятельности, скорее всего, является вашей следующей точкой роста. И если вы этот дискомфорт преодолеете и будете развиваться в этом направлении, направлении своих слабостей, то, возможно, это позволит вам стать гораздо более эффективными специалистами, спортсменами. Я не знаю, кем вы хотите быть. То есть, про это тоже был еще один, как раз-таки, такой тренинг, когда вообще людям рекомендуют, скажем так, развивать свои сильные стороны, но сильные стороны, они уже сильные. И иногда людям не хватает, как раз-таки, развить слабые стороны. Например, если вы технически, очень классный специалист технически, но вы можете быть полным засранцем и мудаком по жизни, то вам работа в клевых компаниях не светит, потому что клевые компании не любят, когда у них есть мудаки, которые портят командный дух. И, возможно, если вы поработаете над этим, то для вас откроются вообще все двери, потому что вы классный чувак и еще крутой специалист. В общем, это все, что я хотел вам сегодня сказать. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, если вам нравится такой формат видео, потому что на формат побегушек с камерой у меня особо нет времени, и плюс у меня сейчас еще есть куча видео из Амстердама, которые надо как-то собрать и смонтировать. Поэтому побегушек с камерой в ближайшую неделю точно не будет. Но на вот такие вот разговоры у меня есть еще пара тем, и я стараюсь себя немножко, скажем так, опять-таки толкать из зоны комфорта. Сегодня у меня вся семья дома, сегодня вечер, я не ставил ни света, ничего, это просто свет из окна, который у меня единственный есть в нашем подвальчике. Вот, пробую как-то так, такой формат. Напишите все, что думаете, может быть у вас возникнут какие-то вопросы. Спасибо, что смотрите, до встречи на канале, пока-пока.